Ну что же, еще раз всех приветствуем. Еще один поединок для вас разобрал, а именно Дональд Сероне против Джо Лаузона. Интересное противостояние. Чем оно интересно? Интересно тем, что оба ветераны, у обоих за плечами куча поединков. И для обоих это практически последний шанс, так как что Дональд Сероне на череде поражений, можно сказать, что Джо Лаузон. Но чем еще интересно данное противостояние, что если Серона выступает более-менее активно, то Джо Лаузон с 2019 года, если не ошибаюсь, то у него простой. И в таком возрасте для ветерана простой это также может сказываться. Оппозиция у Дональда Серона была получше. Выигрывал он значимые для себя поединки такие, да. Есть у него хорошие скальпы в карьере. Джо Лаузон чаще всего такой более-менее топовой оппозиции проигрывал. Конечно же, Дональда Серона уже нельзя отнести к топовой оппозиции. Но давайте так, если будем честны, взглянуть правде в глаза. Но учитывая последний поединок с Алексом Морона, да, какой провел Дональд Сероне, ну что можно сказать? Дональд, как всегда, он медленно раскачивается. Вот. Какая-то у него замкнутость, как он сам об этом говорит, есть на старте поединка, да. Но учитывая огромный простой Джо Лаузона, несомненно, этот поединок опасен в плане ставок, да, опасен. Поэтому, если здесь что-то и пробовать, то это только в экспресс, да. Поскольку, действительно, два ветерана, оба на спаде, просто один выступает почаще, да, но тоже неудача есть в поединках, ну, то есть Дональд Сероне. Джо Лаузон, как бы, большой простой. И, в принципе, я считаю, что именно это и может стать ключевым фактором в данном противостоянии. То, что за счет простоя все-таки Дональд Сероне должен себя чувствовать поувереннее. Стойки Дональд Сероне мне больше, гораздо больше нравятся, да. Главное, не пропустить тяжелых панчей Джо Лаузона, да. Вот, и грамотно противостоять в партере. То есть, ну, не давать элементарно себя переводить. И, как бы, в принципе, Дональд Сероне, по моему мнению, должен будет забирать данное противостояние. Но, опять-таки, чистая победа Дональда. Коэффициент 1,6, 1,58 на разных конторах по-разному. Но только в экспресс. Если решили какой-то рискованный экспресс для себя составить, вот только туда, возможно, это можно отнести. К ординарам не советовал бы, хотя я вижу фаворитом Сероне где-то 60 на 40, по моему мнению. По данному противостоянию у меня все. Делитесь своим мнением в комментариях. До новых встреч!